Зимой и осенью в снегопад и летний зной представители этих профессий, пожарные и спасатели, находятся на круглосуточной вахте, всегда готовы к тому, чтобы защитить людей от огня, спасти от чрезвычайных ситуаций. И потому их работа, которая зачастую требует самоотверженности, достойна того, чтобы о ней напоминали монументы. В 39-й пожарно-спасательной части 15-го отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю состоялось торжественное открытие памятного монумента, посвященного 30-летию МЧС России. Пожарный автомобиль ЗИЛ-157 более 40 лет использовался огнеборцами и занял почетное место на пьедестале, став символом пожарно-спасательной службы в нашем районе. С приветственным словом к присутствующим обратился начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин. Он отметил большой вклад пожарных и спасателей Славянского района в тушение крупных пожаров, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Здесь у нас очень серьезный, значимый гарнизон в городе Славянске на Кубани. Пожарные отличились тем, что ликвидировали значительное количество чрезвычайных ситуаций, крупных пожаров, в частности, на газопроводе, на газовых скважинах, на нефтескважинах. При этом, при всем, оказывали помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и в городе Славянске на Кубани, и в соседнем Крымском районе. Памятник тот, который, или памятное место, которое мы сегодня открыли, это, во-первых, знак или дань уважения нашим пожарным и спасателям в преддверии праздника Дня образования МЧС России. В этом году нам исполняется 30 лет. Начальник главного управления вручил благодарности главе Славянского района за взаимодействие в деле обеспечения безопасности, а также бойцам, принимавшим активное участие в работе по созданию памятника. Глава Славянского района Роман Сенеговский поблагодарил присутствующих на мероприятии сотрудников за их нелегкий труд и тесное сотрудничество с властью. Я хочу сказать вам большое спасибо за взаимодействие, спасибо за то, что мы все вместе, благодаря тому, что мы понимаем друг друга, взаимодействуем, наверное, где-то хорошеет, благоустраивается, развивается Славянский район. И все мы свою частицу, как говорится, вносим в репту развития Славянского района. Самый торжественный момент открытия – традиционное перерезание красной ленты. Вперед! И еще одно значимое событие. Накануне автопарк части получил новый насосно-рукавный автомобиль на базе шасси «Урал» с улучшенными техническими характеристиками. Он имеет возможности для забора воды в различных сложных природных условиях. Мне очень приятно, что сегодня в Славянске на Кубани действительно открывается это памятное место, которое мы все видим. И мы можем и своих детей воспитывать на том, с чего все начиналось. Потому что многие наши дети сегодня желают служить в МЧС России. Я хочу сказать большое спасибо за подарок. Это прекрасная машина, которая сегодня стоит на нашей площади. Она поможет нам еще лучше работать в вопросах предотвращения ситуации природного и техногенного характера. И в вопросах ликвидации тех ситуаций, которые есть. Памятное место в честь трудовых свершений пожарных и спасателей в мирное время украсит наш город. И послужит хорошим напоминанием, что в жизни всегда есть место подвигу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа События.